Поехали! Итак, что мы имеем на глубине фильтров советского противогаза? Я разговариваю сам с собой, как обычно, такая моя доля. Посмотрите, какая красота, насколько он сохранился. Тут фильтр очень красивый, может быть поэтому так и сигналил, крепкий металл, красота. Не смешно. Пошло. Да, советский пацан. Полный патронов. Не только фильтр, но и сам противогаз тут. Продолжается в эту сторону. Ну да, противогазная сумка идет в глубину. Конечно, изгнила. В общем-то, противогаз не заставился долго ждать. Смотрите. Черный, кстати, блин. Хоть он необычный. Этот на резинках. Не помню, встречал ли такие. Хоть один ранний, наверное. Надо выкапывать, не хочет срывать шланг. Красота. Еще и суперский. Настал, помыл противогаз, и он оказался классный. Ранний советский противогаз. Необычная находка среди обычных военных опасных вещей, которые вы часто видите у нас. Но данный противогаз заслуживает особого внимания. Это ранняя версия какая-то из модификаций, которую еще раз гражданской обороны перешла в армию. Место для носа. И она не полная. То есть сзади застегивались ремни. Противогаз в очень хорошем состоянии. Небольшие потери есть. Вот здесь вверх нижняя часть клапана. Возможно еще внизу. Но все остальные остальные части, в том числе очки, в отличном состоянии. Почернел он. Наверное это можно как-то привести в порядок. Либо оставить так. И внутри все красиво. Тебе тут духами пахнет? Нет, Миша пахнет духами. Какими? Тихо. Папошашными. Пистолет притаялся. Пистолет притаялся. Ну да, этот ППШ сохранился лучше, чем все остальные, которые мы находили. Федя решил уйти с линии огня. Что тебе поможет? Что такое-то? Миша аж... У Миши они мили ноги, когда он увидел ППШ. Аж сердце не выдерживал Миш в виде таких артефактов. Пистолет притаялся. Он дошел до нас в 75 лет. Автомат Победы. Кстати, патронов в нем не было. Кончились. А это бутылка от водки, ребята. Московская особая водка. Крепкость 40 градусов. 0,25 литров. Периодически встречаются, но обычно без надписи. Крепкость 40 градусов. Вот это употребляли солдаты. Может быть перед боем, может быть после. Крепкость 50 миллиметров с самого дна. Водка. Псю как новая. Тяжело доставать-то оттуда. На всем масле. Подсолнечном или оливковом. Вода скатывается. Чудо даже пахнет. Крепкость 50 г. Я же говорю, знакомые очертания этих штук, у них похожие переноски. Здесь тоже? Нет, там нет написи. Да, смотри, 8-8, флаг 18. Вот это редчайшая штука. Переноску от нее я вообще никогда не видел. А плетеная, похоже. Ну да, плетеная. Вот это завод, чего тут только нету. На этот раз это диск к танковому пулемету. Что-то подсказывает, что он целый. По крайней мере торчащий патрон. Еще что-то? Да. Похоже, что сброс здесь тоже саперный. Либо, возможно, копатели древних времен скидывали сюда все подряд. Что за? У сапера, да. Мина, потому что это помс. Нина растяжка. Кукуруза еще называется. Но ее прелесть в том, что здесь она и с ручкой даже с колышком. А колышки же в комплекте, по-моему, шли? Да. Колышки же в комплекте шли? Да. Колышки, кольца, веревки. Все сразу в одном. Она похожа на дубинку с Первой мировой войны. Траншейную какую-нибудь. Пытка, да, когда две руки заняты, а тебя кусают комары? Почесать нос минометным снарядом бесценно. Для всего остального есть мастер-карт. Чем-то она сегодня порадует. РГД? Да. Граната РГД-33. Красавица какая. Да. Гр дня эдлия – это как жена не сделала. Трансб composкаrost encara. Трансбみ же не делает. Гелета из б Mansion New Sawade – это очень Dakota. Я не могу. Почему они именно лоб кусают? ничего вот так вот только возможно потому что резина везде нет ни нос ни щеки ни подбородок а именно лоб и вот так гранату миша мы специально подальше отошли от него пусть вдалеке и отмывает странно что здесь все в масле и чем было граната в масло пускать жалко бумажка не сохранилась даже остатки бумажки правильно это клей затекли карандаша нет даже не верится что с войны очень уронил и и и и и и и и